Всем привет, друзья! С вами Виталий Сытник. И сегодня у нас будет обычный, занудный технический обзор, которых я, в принципе, давно уже не делал, но надо возвращаться к этой теме. Поэтому сегодня у меня в руках вот такая вот квадратная коробка. Весит она 900 грамм. И это, ребята, звуковая карта. Покупал я эту звуковую карту в магазине UpSound. Ссылка на этот магазин будет в видео. Я, наверное, не самый лучший технообзорщик, поэтому я не буду сильно в технические детали прыгать. Вы можете ознакомиться с детальными характеристиками в этом магазине. Я расскажу об опыте использования этой звуковой карты, что мне в ней не нравится, что мне в ней не нравится, из личного опыта. Мое сугубо личное мнение. Поехали! Конструкция выглядит надежной, и такой она и есть, если не считать хлипкого USB Type-C гнезда. Спереди видим два комбинированных микрофонно-инструментального входа, регуляторы гейна, основного выхода и громкости наушников. Регуляторы ходят плавно, но туго. Расположены сильно близко друг против друга. Если пальцы большие, не задеть не получится. С тыльной стороны расположены MIDI-IN-OUT, четыре балансных выхода, выход на наушники и гнездо кабеля питания. Дисплей с удобной цветовой индикацией сигнала. Возле дисплея четыре резиновые кнопки. Кнопка включения фантомного питания, кнопка переключения между инструментальным и линейным сигналом, кнопка включения прямого мониторинга и кнопка переключения выхода на наушники между первым, вторым каналом и третьим и четвертым. При активации каждая кнопка начинает светиться, но даже если она не активна, в темноте присутствует легкое свечение. В комплекте есть дополнительный шнур для обычного USB и клеящиеся ножки под низ. Мне в ней нравится все. Весит на где-то грамм 900, такая тяжеленькая. Ну, почти все, кроме некоторых моментов. Здесь шатается у нас провод USB Type-C. И еще таким вот минусом, у нее нет тумблера включения-выключения. Нет физической кнопки включения-выключения. Когда она подключена к ноутбуку, она автоматически у вас работает постоянно и постоянно светится. Если вы оставляете какую-то работу на ночь на ноутбуку, либо просто там долго к нему не подходите, она будет включена у вас постоянно. То есть, либо нужно вынимать провод из ноутбука, либо она у вас будет постоянно работать. Это такой недостаток. Но эти недостатки прикрываются ее хорошим звуком. Эта звуковая карта может записывать 24-битый звук с частотой дискретизации 192 МГц, что большой показатель. С картой я доволен, магазином тоже доволен. Все было оперативно, хорошо. Друзья, спасибо вам за просмотр ролика. Подпишитесь и нажмите колокольчик. Буду вам очень признательный. Также посмотрите мои другие видео. У меня есть много интересного на канале. До свидания.